Военные деятели Среднего Жуза Казахстан Кабанбай-Батыр, подрод Каракирей Роттали Гитай племени Найман Среднего Жуза, Каракирей Кабанбай-Батыр, Каз. Каракирей Абанбай-Батыр, настоящее имя Ерасыл, родился в 1692 году в нынешнем Муржарском районе в Ко, умер в 1770 году, похоронен там же, казахский Батыр. Каракирей Кабанбай-Батыр, один из организаторов национально-освободительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями, полководец и поединщик. Известный востоковед и историк Машкурсип Капиулы говорил, у казахов не было Батыра как Каракирей Кабанбай. Кабанбай-Батыр происходит из ветви Байжи Гитрода Каракирей племени Найман, удостаивался звание хан Батыры, богатырь хана. Занимался миротворческой миссией, вершил суд в обществе степняков. А Кабанбай-Батыре были сочинены исторические эпосы «Жир», «Ер Кабанбай», «Кисакабанбай» и «ДР». В 1691 году в семье Батыра Кожагула родился мальчик, которого назвали Ерасыл, благородный верный. Еще подростком он опередил в физическом развитии многих своих сверстников и получил прозвище Нарбала, то есть Рослый Юнец. В юности он совершил подвиг на берегу Зайсон, убив копьем напавших на людей и диких кабанов, после которого его народ начинает звать не иначе, как Кабанбай. Когда в казахские степи вторглись джунгарские завоеватели, погиб отец Кабанбая. И всю дальнейшую жизнь он посвятил борьбе с захватчиками. В 16 лет Кабанбай одолел в поединке джунгарского богатыря, грозного Даландаши. Затем в жизни молодого воина были такие кровопролитные и запоминающиеся сражения, как Айгосская, Алакульская и Булантинская. Во главе казахских отрядов Кабанбай вместе с другими батырами Багинбай Батыром и Ержанибиком освобождал от джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию восточного Казахстана. Большую часть жизни Кабанбай Батыр провел в седле боевого коня. За это время принял участие в 103 сражениях за освобождение от врагов родной земли и ни в одном из них не проиграл. А в жестоких поединках поверг 54 противника. Отличался необыкновенной физической силой, согласно легенде, поднимал на плечах лошадь, полтонны. Герой казахского национально-освободительного движения. Начинал карьеру с рядового бойца, постепенно поднимаясь по лестнице военной иерархии, командир отряда, жузбассы, полка, мэнбассы, крупных соединений, туминбассы. В 1723 году Кабанбай был назначен начальником обороны священного города Туркестан, столицы казахского ханства. Руководил казахской армией в целом ряде стратегически важных сражений. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.